Целый день сюда, на пересечении проспекта Лениная улица Анатолия, барна улицы несут цветы, игрушки, зажигают свечи. Многие восприняли эту громкую дорожную трагедию как личное горе. Здесь оборвалась жизнь вот этой лучезарной 33-летней девушки и двух малышей 3 и 5 лет. Ограничение максимальной скорости 40 км в час. Время ограничения с 21.00 до 6 утра. Вот только зачастую центральный проспект краевой столицы превращается в настоящую ролильную трассу, где главное это бешеные скорости. Вот и в этот раз, как говорят очевидцы, водитель БМВ 6-й серии не ехал. Летел по дороге, перед этим приняв на грудь приличную дозу алкоголя. В результате столкновения боковой удар принимает на себе Рено, в котором ехали двое мужчин, чудом оставшиеся живы и погибшие девушка с двумя детьми. Водитель БМВ при этом не получил даже царапины. Я бы его расстрелял. И все. Я бы его честно расстрелял. Если бы это мои дети погибли, я бы его убил. Я считала в интернете, что за такое нарушение ему, ну, этому человеку грозит. Я считаю, конечно, это очень мало. Такого же мнения придерживается большинство интернет-пользователей. Петицию, в которой требуют самого строгого наказания виновнику, подписало уже более 10 тысяч человек. С каждой секундой цифра только растет. Возбуждено дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. В глобальной сети тут же появилась фотография предполагаемого виновника ДТП и его спутницы. Им оказался барнаульский бизнесмен Александр Руденко. Ему 33 года. Генеральный директор и соучредитель Алтайской энергетической компании. За два последних года Александра 8 раз штрафовали за превышение скорости. Эти факты стали известны из виртуальной жизни. К слову, все страницы в соцсетях Александра и его супруга сразу же удалили. Вот только официально правоохранители до сих пор не назвали фамилию. Нелегко оказалось попасть сегодня и на заседание суда, где избиралась мера пресечения Руденко. Сначала возникла путаница с тем, в каком районе идет заседание, а затем в Октябрьский районный суд съемочную группу все же пустили. Правда, не на весь процесс, а лишь на оглашение вердикта. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Руденко Александра Владимировича 6 октября 1985 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 15 декабря 2018 года. Тем временем двое пострадавших в аварии мужчин находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелый отец. Не знают, что его жена и дочь погибли. Хочу сказать, что повреждения очень сложные для практикующих даже хирургов с большим опытом работы и в абдоминальной хирургии, и в травматологии. И в целом я как бы очень доволен, как справились специалисты нашей клиники с патологией, которая была у этих пациентов. В четверг жители края простятся с погибшими. Это уже не первое смертельное ДТП на Ленинском проспекте Барнаула, в котором фигурирует BMW X6 черного цвета и в котором погибают случайные люди. В апреле 2017 виновником аварии насмерть сбившего девушку пешехода и водителя машины Лада Ларгус оказался неизлечимо больной Алексей Бекташев. После досрочного выхода на свободу парень умер от онкологии. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.